Всем привет, друзья! Доброго времени суток! С вами Эля и канал о любимых кактусах и суккулентах. 28 марта. Погода ветреная, прохладно. Мы снова на юго-восточном подоконнике, на котором проходят основные события. И сразу замечу, что события эти, так сказать, немножко стали более живыми. Если можно это сказать про события в связи с тем, что 21 марта был первый полив. И через два дня полив был с глицином. И через два дня я сделала обработку от клеща. Профилактическую в большей мере. Обработка была препаратом октофит. Но больших скоплений клеща я не обнаружила. Но единичные особи пробегали. Поэтому профилактика была необходима. И вы знаете, изменения действительно очень-очень такие подвижки, скажем так, серьезные. Потому что кактусы заметно подросли, увеличились в своих красивых телах. Посмотрите на сулькорибуции. Первая наша остановка. Сулькорибуция липида. Вот это с темными иголочками. И сулькорибуция СП. Семян немецкой фирмы Керес. Они в прошлом году отдыхали. Не хотели цвести. А в этом году бутончиков у них много. Ура! Лафафора. Лафафора Вильямса отсвела. Тут соседи ее немножко покололи. Пришлось переставлять. Так. Лабивия, зачаточки бутончиков появляются. Всегда смотришь на первичные признаки. То ли это пуха очень много. То ли растение пока дает новые иголочки. Вот из пуха появляются бутоны. Как в данном случае. Мы видим на гимноколициуме Вальда. Весь усыпан этими. Весь как будто подушку на него вытрясли. Так. Смотрим на башню, ребята. Псулькорибуция СП. Выход бутонов. Вот одновременно говорить и снимать не получается. Где-то начинаешь тормозить. Молчу, потому что, чтобы... Смотрю, что оно показывает камера. Без комментариев, ребята. Все видно, да? Астрофит у москаб гибрид. О, там бутончик будущий появляется. Вот этот гимноколициум как бы механовича. Он мне был отдан в таком нижнем этаже. Видите, поврежденный. Просто был отдан мне за ненадобностью. Ну вот, хорошо нарастил. Зеленая верхушка у него. Я думаю, в этом году он будет свистеть. Я немножко приболела, ребята, поэтому извините за голос. Так. Зельмана Мамилярия. После недавней пересадки она достаточно хорошо выдала бутоны. Хотя в прошлом году это была вообще феерическая такая полянка белоснежная. Так. Хиноцереус Руссантус. Вот этот уже бутон почти готов раскрыться. Два бутона. Там третий, но он зажат в тисках колючих. Ихиноцереус Веридифлорус. Вот он такой интересный. Он очень-очень рано дает бутоны. А потом долго их вот в таком состоянии зеленых шишек начинает развивать. То есть они так выскочили, а потом такое впечатление, что там химические процессы происходят, происходит. И в какой-то определенный момент он раскрывается. Интересный товарищ. Так, в этом году первый раз идет у меня детка Мамилярии Кармен. Вот такая нежность. Молоденький. Молоденькое совсем растение. Сулькорибуция. Вот бутончики уже видны. Как тут повернуться будут? Такие товарищи стоят высокие. Возгуизиана. Лабивия рядом. Такие интересные бутоны, мохнатые. Так, рибуция. Крайнца с бутончиками. И вот там сулькорибуция. Липида. Тоже липида. Вот такие. Такое интересное. У нее тело компактное. И рыжие колючки, которые, ну я обалденна. Рыжие колючки для меня просто вау. Не буду говорить американскими словами, но они вырываются. Так, Эпитиланта Микромерис. Интересно так цветение. как-то происходит. Почти не видно. Вот нарастила, интересно, свои бутончики мамилярия формоза. Видите? Белые молодые колючки. перелесть. Так, вот в этом горшочке мамилярия. Не стала я... Мамилярия, извините. Господи. Захочешь быстро сказать, никогда ж не скажешь. так. Здесь Бауми. Этот. Так, я уйду сначала отсюда, а потом, может быть, вернусь, если вспомню. Потому что сейчас застряну. Давайте вот на этих двух товарищах остановимся. Вот эти два красавца. Да? Мой любимый Гусь Хрустальный. Кто не знает, почему Гусь Хрустальный, я не объясню. Ну вот, Гусь Хрустальный. Это персонаж, ребята. Это герой. Мой герой. Это любовь. Просто не с первого взгляда. Вот просто сразу. Вот. Посмотрите, как он поднялся. Как он такой повзрослел. Так, скажем, возмужал. Ну, если кто помнит, какой он был. Он, на самом деле, вот еще недавно, неделю назад, он так лежал на вот этой чудесной мамиллярии Перес Долоросу. Лежал натурально. Вот. А теперь эти два красавца стоят рядом. И один другого просто подчеркивают свою красоту. Ну, не знаю. Это мои ощущения, ребята. На самом деле. Я уже говорила, что эта мамиллярия у меня цветет первый год, и я жутко рада. Серьезно, ребята. Ну, цветы, в общем-то, скажем, есть цветы гораздо-гораздо красивее, все такое прочее, но это на самом деле не имеет значения, потому что, блин, красота же. Данный конкретный момент, это да, это здорово. Так. Так, ну что, мы будем возвращаться. Ну, короче, я хотела сказать, что тут прямо рост вильда, мамиллярия вильда, рост просто бешеный, потому что по сравнению они были одинаковые с этой. Господи, ну, не запомнишь, как сказать, бауми. так, и вот насколько эта мамиллярия дает расцвет такой своего тела. Просто. Ну, не будем останавливаться на этом. Я, у меня это было, у меня расцвет, к чему я хотела сказать, что эта мамиллярия у меня первая вильда, поэтому у меня к ней такое, скажем, в отношении. Можно было бы, конечно, избавиться, потому что кактус, ну, такой сам себе простенький. Вот. Ну, блин, ну, первое растение, ну, ребята, дорого мне. Дорого. Оно было большое, огромное, в большом горшке. Вот. И я оставила просто детку, потому что коллекция растет, хочется много всего чего. Так, гимноколицуум месопотамский бутончик. Тоже после ненедавней пересадки. В этом году не дала бутон привитая, привитая, только рибуция. Ринацея, ну, пусть, пусть подращивается потихонечку. Так, рибуции. Рибуция альбифлора одна, рибуция альбифлора другая, они с бутончиками. Кранцианы. Рибуция, кранциана, альбифлора. Вот так полное название. И буининги. Здесь немножко по-другому, они, бутончики, есть, немножко по-другому выглядят. Лафафора фрича. Отцвела, и немножко уже выйдет, тело выровнялось, приняло свои нормальные формы. Так что все нормально. Гимноколицум. Я теперь запомнила, что это ява. Есть там всякое ССП. Ну, короче говоря, смотрите, сколько бутонов. Замечательный кактус. Еще одна, еще один ахиноцереус веридифлорус. Семян. С Братиславой, короче, семена. Ну, это не моя, так сказать, ответственность его. Я его просто подращиваю на самом деле, ребята. Доращиваю. Так. Ладно. Так. Первый раз будет свистеть вот эта мамиллярия соноренсис. Тоже я пропустила ее бутоны, кстати. Не сразу даже заметила. Так. Это бакасан, только я не знаю, розеофлора или я что-то может перепутала. Арахноканта, лобивия, какая чудесная. чола. Это опунция. Ну, в простонародье говорят чола. Мне подсказали мои зрители. Спасибо им огромное. В начале пути, так сказать, зеленого своего. бакасана вот это старенькая моя. Она в этом году как-то с бутонами не очень торопится. Ну, да и ладно. Так. И здесь как-то вот с бутонами поспокойнее. Все-таки, видимо, надо постепенно переставлять, потому что вот здесь, наверное, место такое самое-самое по количеству солнечных часов более-более преимущественно. Нужно менять. Я к тому говорю, что нужно менять растения, чтобы они могли получать хотя бы более-менее равномерно это солнце. Ну, всегда мне маленьких жалко, хочется их к солнышку подставить, а эти, думаю, и так доберут. ругаю себя. Ну, и тут мамилярии продолжают. За счет того, что много бутонов, они вот как бы выглядят цветущими очень долго. И класс, здорово, здорово, здорово. Хорошо, ребята, я, извините, если затянула с видео, правда, мне немножко трудно говорить. вот, желаю здоровья всем и всего хорошего. Спасибо. Пока-пока.